Слава и тебе, Великий город! Статья 2019 год номер 6, 6678, 13 февраля 2019 года. Слава и тебе, Великий город! Слава и тебе, Великий город! Слава и тебе, Великий город! Культура и искусство помогли отстоять Ленинград общество, московский литератор, никто не забыт. Материалы полосы подготовил Иван Голубнич и Теги, Геннадий Зареев, культура и искусство помогли отстоять Ленинград. Первое в новом году заседание Совета МГО Союза писателей России по науке, культуре, образованию и публицистике было посвящено одной из важнейших дат отечественной и мировой истории 75-й годовщине полного освобождения Ленинграду от немецко-фашистской блокады. Во вступительном слове член-корреспондент Ран ВН. Иванов напомнил собравшимся, что в мировой истории не было ничего подобного этой блокаде. Казалось, судьба города на Неве противникам была предрешена, но беспримерный героизм, стойкость и мужество его защитников и жителей через величайшие страдания не позволили стереть его с лица земли. И в тех тяжелейших условиях Ленинград жил, работали заводы, театры, музеи, филармония, радио, писатели, поэты и композиторы создавали духоподъемные произведения. Оратор процитировал строки веры Инбера той поре. «Слава и тебе, великий город!» Сливший воедино фронт и тыл, в небывалых трудностях который выстоял, сражался, победил. Празднование и снятие блокады важно не только для того, чтобы достойно отметить знаменательную дату, почтить память павших, но и напомнить нашим недругам, зажимающим нашу страну кольцом военных баз, о невозможности сломить дух русского народа. Дальнейшее ведение вечера было передано члену СП России, полковнику ЭБ Радюкову, организовавшему выступление представителей военно-научного общества и ветеранских организаций Москвы. По его словам, на защиту Ленинграда встала вся страна. Пять фронтов участвовали в окончательном снятии блокады, недавно рассекреченные Министерством обороны документы пролили дополнительный свет на величие этого подвига армии и народа. Культура и искусство стали неотъемлемой частью оборонительных усилий, особую роль играло ленинградское радио, его корреспонденты трудились не только в студии, но и вели репортажи с передовой. Свой вклад в победу внесли и кинематографисты, в частности, было создано более трехсот учебно-технических фильмов, обучавших людей поведению в условиях блокады. Лучшие художники создавали патриотические плакаты. Дух обороны воплотился в Великой симфонии Шостаковича и песнях, родившихся во фронтовых экопах. Многое запечатлено в десяти томнике антологии Ленинградской битвы, до сих пор идет создание полного каталога утраченных и вывезенных ценностей. Еще одного участника заседания, полковника И.В. Ермакова, ветерана ПВО, война застала в Ленинграде четырехлетним мальчиком, вместе с семьей он пробыл там с 1941 по 1943 год. В его памяти остались бесконечные спуски в бомбоубежище. Его мать, которая была мобилизована на рытье окопов, паек за работу приносила детям. После возвращения в город на месте своего дома они обнаружили лишь громадную воронку и вынуждены были утиться у родственников. Член военно-научного общества, кандидат филологических наук СА. Порохин прочел свое стихотворение «Память», посвященное блокаде. В.Л. Швабский, писатель, исследователь, автор широко известного труда «Собаки» на воинской службе рассказал об участии инженерных войск в разминировании освобожденного Петергофа, во время которого, несмотря на все предосторожности, погибло 15 саперов. В завершении вечера выступили члены секции культуры в НО. Тая Семина прочитала отрывок из ленинградской поэмы Ольги Берггольц, а лауреат российских и международных премий, автор-исполнитель Зарина исполнила песни со своего нового диска. Геннадий Зареев Семина прочитала отрывок из ленинградской поэмы Ольги Берггольц,